Здравствуйте! Вы смотрите новости на Амурском областном телевидении. Студия Оксана Холодова. И вот основные темы. Президент страны в Преамурье Владимир Путин дал старт строительству Амурского ГПЗ. Большое новоселье. Около ста семей свободного переедут из бараков в благоустроенные квартиры. В ожидании приговора Благовещенский городской суд в течение нескольких дней поставит точку в деле Михаила Корнеева. Помогли детям. В селе Новоалексеевка резиденты реабилитационного центра построили спортивную площадку. Президент России Владимир Путин посетил стройплощадку Амурского газоперерабатывающего завода и дал старт закладке первого фундамента стратегически важного объекта. На торжественном мероприятии присутствовали глава Газпрома Алексей Миллер, полпред Юрий Трутнев, губернатор Преамурья Александр Козлов, а также представители компаний из Китая, вовлеченных в строительство Амурского ГПЗ. На месте работала наша съемочная группа. Анастасия Петраж с подробностями. На стройплощадку Амурского ГПЗ Владимир Путин прибыл примерно в 15.30. В своей речи президент отметил важность Амурского газоперерабатывающего завода не только для региона, но и для всей России в целом. За последние почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось. Но, собственно говоря, такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России по такому масштабу. Потому что сравнимый по масштабам завод подобного рода был построен в Советском Союзе, в Оренбурге. И он объемом 38 миллиардов переработки, когда здесь будет 42 миллиарда. И это очень мощный шаг не только в развитии отрасли, но и в развитии всего Дальнего Востока. Президент сегодня, 3 августа, дал старт закладке первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. Вперед! Бетонное первое фундамент Амурского газоперерабатывающего завода началось. Поздравляю вас! Напомню, Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Кроме того, в состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия. После года заведена эксплуатация, объем переработки газа составит 40 миллиардов километров газа и выход тормозного газа 38 миллиардов километров. Первый завод станет крупнейшим в России и вторым объемом переработки с заводом в мире. А то, что касается производства гелия, то это будет крупнейший завод по производству гелия в мире. Завод номер один. Также завод будет пропускать 2,5 миллиона тонн татана и 1,7 миллиона тонн сжиженных водоподобудов газа. Проектная мощность Амурского ГПЗ – 42 миллиарда кубометров в год. Для сравнения, в 2016 году объем переработки природного газа всеми существующими газопрерабатывающими предприятиями России составил 74 миллиарда кубометров. Когда наш Амурский газопрерабатывающий завод выйдет на проектную мощность, объем переработки природного газа в России вырастет на 50%. Больше ста семей свободного переедут из бараков в благоустроенное жилье. До конца месяца в городе сдадут 4 многоквартирных дома, всего 114 квартир. Строительство идет по программе переселения из аварийного жилищного фонда. С начала года в Свободном начали возводить 10 домов. В них горожане смогут получить 243 квартиры. Две многоэтажки уже построены, в 47 квартир уже заселились люди. Еще 4 дома сдадут в этом месяце. Также городские власти активно приобретают жилье для переселенцев на вторичном рынке. С января новоселье отметили 112 семей. Планируется купить жилье еще 10 семьям. В Преамуре идет подготовка к предстоящему единому дню голосования. 10 сентября в области развернутся 176 избирательных кампаний разного уровня. От депутатов сельсоветов до законодательного собрания. Регистрация кандидатов по одномандатному округу номер 2 Райчихинско-объединенной уже закончилась. К предвыборной гонке допущены 4 претендента. Они планируют занять кресло в областном парламенте. Кстати, среди этих кандидатов уже распределили бесплатное эфирное время для рекламных роликов и дебатов. Жеребьевка прошла в областном избиркоме 3 августа. Между тем, пока готовятся сами претенденты, активная работа идет и среди тех, кто будет задействован на участках для голосования. Члены избирательной комиссии обучаются на семинарах. Прежде всего, их учат работе с системой QR-кодов, которая будет использоваться на этих выборах. В Благовещенский городской суд со дня на день поставит точку в деле Михаила Корнеева. Бывшему директору фирмы «Банкрота Россия» начали зачитывать приговор. Напомню, Корнеев обвиняется в присвоении и растрате денег дольщиков. На оглашение приговора собралось около 30 пострадавших от действий экс-главы строительной фирмы. Некоторых пустили в комнату заседания, однако большинство гостей и пресс разместились в другой комнате и наблюдали за происходящим по конференц-связи. Первые 15 минут люди волновались, так как не слышали судью из-за технических неполадок. Позже связь удалось восстановить. Уголовное дело состоит из 420 томов. По нему проходит почти тысяча потерпевших и больше 200 свидетелей. Чтение обвинительного заключения заняло 5 месяцев. Ожидается, что приговор судья будет оглашать в течение нескольких дней. Уголовное дело реабилитационного центра «Рука помощи» будут рассматривать в Благовещенском районном суде. Восьмерюх человек обвиняют в незаконном лишении свободы. Обвиняемые помогали алкоголикам и наркозависимым, правда, использовали для этого, по данным следствия, не совсем стандартные методы. Однако реабилитанты рассказали, что во время лечения никаких неудобств не испытывали. Реабилитационный центр работал в Михайловке Благовещенского района, а он закрылся в октябре 2015. Известно, что 8 мужчин незаконно удерживали 25 человек – резидентов реабилитационного центра. Свою вину признали только трое. По словам сотрудников областной прокуратуры, сейчас все обвиняемые находятся под подпиской о невуезде. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена в ходе расследования на более мягкую меру пресечения. Всем этим лицам предъявлено обвинение в ходе расследования по пункту А и Ж части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенная группа лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц. А в селе Новоалексеевка резиденты реабилитационного центра всего за две недели построили детскую спортивную площадку. Причем все материалы для нее купили на собственные средства. В деревне живет более 170 детей. Дошкольных учреждений нет и отдыхать малышам почти негде. На детском празднике побывала и наш корреспондент Ирина Кобзарь. Несколько лет назад в центре села была детская игровая, но со временем она сломалась. Детсада в деревне нет, да и гулять с малышами тоже негде, рассказывают местные жители. Так как у нас денежных средств и муниципального образования пока нет, мы предложили нашим ребятам с центра такое предложение сделали. Они с удовольствием согласились нам помочь в этом за свой счет сделать площадку. Вот так детская площадка выглядела еще две недели назад. Пустырь, заросший травой и покосившаяся беседка. Воплотить детскую мечту в реальность не побоялись ребята из реабилитационного центра, который так и называется – мечта. Честно, делали все своими руками, с подручными, так скажем, инструментами. То есть много не заморачивались, но я считаю, что получилось чуть ли не идеально. Я делал все, если честно. Я красил, я брус строгал, я его наждачкой шлифовал, резал, пилил. В принципе, делал все абсолютно. Над проектом работали все 50 резидентов центра. Металлические детали, доски, качели закупили на собственные средства. Коррективы в работу внесла погода. После того, как покрасили горку для малышей, пошел дождь. Пришлось конструкцию разбирать, переносить в гараж и сушить тепловой пушкой. А вот у самих ребят трудностей в работе не возникло. У большинства есть опыт в строительстве. Человек на самом деле отвыкает вообще работать и что-то делать своими руками. Радость может получить только при приеме наркотических веществ. А вот когда ребята работали, чувствуя положительность, все равно получаешь. Видишь свою значимость, свою нужность. Задействуешь свои ресурсы какие-то внутренние и на выходе получаются вот такие вот вещи. Трудовая терапия не просто общественно полезное дело. Это процесс социализации. А главная награда – радостные лица детей. Ей поделилась директор реабилитационного центра. Она призналась, глядя на стоявших в ожидании детей, приветственное слово сократило до нескольких минут. Стою, смотрю, знаете, где-то так даже вот какие-то аж слезы как-то наворачиваются, что как приятно все равно, они радостные. Ждут, ждут этого открытия. Я мы тут со своими словами, да, что им надо? Им надо вот качаться, прыгать. Я довольна. Я довольна, что довольны дети. Довольна, что мы вот делаем все-таки полезные дела. Я довольна, что от этого душа радуется. Поздравляли детей и главные герои «Ну погоди!» Сыграть волка и зайца тоже согласились ребята из реабилитационного центра. Кстати, посещаемость детской площадки в первые минуты уже побила все рекорды. На небольшом участке одновременно собрались более 50 ребят, а к игровым аттракционам даже выстраивались очереди. На центре все так говорят, что новая площадка, но площадка решила посмотреть, какая там площадка будет. Как тебе? Классно, прикольно, нравится. Что понравилось? Больше всего мне нравились унтер-качели и горка. Показалось уже, что нет? На горке еще нет, но я вижу, что детям весело. Это очень хорошо, что у нас просто лет? Да. Мне вообще понравилась классная площадка. Я тут живу недалеко, у меня тетя тут живет. И я все время буду сюда приходить. Хотя я живу в городе, но я буду сюда приезжать на выходные. Новая детская площадка стала центром притяжения для ребят со всего села. А мамы шутили. Теперь мы знаем, где искать своих детей. Между тем, глава сельсовета поделилась в планах на следующий год совместное строительство еще двух игровых площадок. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Пять общественных организаций при Амуре выиграли гранты президента страны. От 300 до 400 тысяч рублей получили благотворительный фонд «Мама», женсовет села Толстовка Тамбовского района и организация «Гражданская инициатива» из Тынды. Самые крупные суммы в полтора миллиона достались Амурской федерации рукопашного боя и приюту для животных остров спасения. Кстати, совсем скоро, благодаря федеральной поддержке, у зоозащитников появится дрессировочная площадка. Ростислав Азизов подробнее. Уже 1 сентября здесь, на этом месте, начнется большая стройка. В планах у зоозащитников возвести на этой территории большую площадку, где будут проводиться тренировки с четвероногими нашими братьями меньшими. Занятия с собаками будет проводить профессиональный кинолог. Как отмечают в «Острове спасения», площадка будет многофункциональной и сборно-разборной, что в дальнейшем позволит дрессировать собак различных пород. Тренировать животных будут и студенты аграрного колледжа. В этом году там открылся кинологический факультет. Приют уже выбрал подрядчика, который займется стройкой. Дело в том, что недавно «Остров спасения» выиграл грант – полтора миллиона рублей. Планы на эту сумму здесь грандиозные. Помимо специальной площадки, зоозащитники заменят и вольеры для бездомных собак, которые за 10 лет давно пришли в негодность. По семь вольеров друг напротив друга, с выгульниками. Там будут находиться социализированные животные, которые проходят социализацию. И ждут своих хозяев. Конечно, население может приходить, знакомиться, смотреть, демонстрироваться. Этих животных будем показывать, что они уже знают. По проекту здесь появится 14 новых вольеров. Также средства гранта пойдут на стерилизацию животных. Однако денег на все не хватит. Помощь требуется всегда. Потому что грантовая поддержка является целевой. То есть на решение каких-то конкретных задач, проблем. Все. Не более того. Стерилизация, допустим, животного позволит нам найти хозяина, который не может и не хочет связываться с нестерилизованной собакой или кошкой. А стерилизованную он возьмет. Если мы сейчас начнем их социализировать, то значит у нас уже, я думаю, появится спрос уже на обученную собаку. Сейчас в приюте объявили очередной сбор средств на лечение щенка по кличке Хоккеист Фетисов. У него врожденные проблемы с лапкой. Их скоро ему поставят аппарат Элизарова. У него лапка похожа на клюшку. Ну, его назвали Фетисов. Ну, вот люди, кто присылают деньги, пишут хоккеисту и Фетисову. Привозят корма, пересылают денежные средства. Привозят подстилки, газеты, опилки. Ну, в общем, люди помогают. Спасибо всем огромное. Сейчас в приюте больше 300 собак и кошек, на содержание которых в среднем уходит 400 тысяч в месяц. И это только на корм. В планах у сотрудников Острова Спасения снова поучаствовать в конкурсе. На этот раз здесь хотят воплотить свою давнюю мечту – организовать настоящий зоофорум, который, если все получится, пройдет уже в следующем году. Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Молодых архитекторов и представителей бизнеса планируется привлекать к реализации проекта «Городская среда». Такое решение было принято на форуме в Краснодаре. Амурчане, которые не успели подать документы на благоустройство своего двора, в этом году смогут сделать это в 2018. Объем финансирования снижаться не будет. Партийный проект «Единая Россия» в Преамуре уже действует. До сентября в регионе отремонтируют 18 дворов. На реконструкцию потратят 142 миллиона рублей. В Благовещенске начался прием заявок на благоустройство дворов, которые проведут уже в следующем году. Документы принимаются до 25 сентября. Новые игровые площадки появятся во дворах многоквартирных домов в Белогорске. На их установку и приобретение городские власти выделили 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, уже смонтировано 6 из закупленных 25 комплексов. Игровые зоны оборудуют около домов, адреса которых сформировали на основе обращения граждан. Причем в каждом дворе игровые площадки будут разными. Все элементы конструкции отечественного производства, напомню, начиная с 2009 года, во дворах Белогорска установлено более 100 детских площадок. В селах Приамурия начали ремонтировать школьные спортзалы. Перед 1 сентября в области приведут в порядок 18 физкультурных объектов. Средства регион получил после победы в конкурсе Миноборнауки России. Кстати, Амурская область выигрывает в нем уже третий раз. За два прошлых года в рамках программы Приамурию выделили из федеральной казны более 52 миллионов рублей. Средства также поступили из бюджета области и муниципалитетов. Таким образом, общая сумма составила более 70 миллионов. На эти деньги в селах отремонтировали 37 спортзалов, открыли столько же спортклубов и закупили специальный инвентарь. 900 миллиардов рублей потратили россияне с начала года на покупку легковых автомобилей. Это на 10% больше, чем в 2016. Данные приводит агентство «Автостат». Самая популярная марка среди авторюбителей – «Тойота». С начала года производитель самых ходовых автомобилей получил от продажи почти 100 миллиардов рублей. Корейская «Океа» и российская «Лада» занимают вторую и третью строчку соответственно. В Приамурии авто марки «Тойота» тоже в лидерах. На одном из популярных автомобильных порталов количество предложений больше 5000. «Ниссан» на втором месте – 1500. И в тройке лидеров «Хонда». Почти 600 выставленных на продажу авто. Около 50 тысяч саженцев плодовых и ягодных культур в Свободненском плодопитомнике уже готовы к отправке в различные регионы Дальнего Востока. Здесь выращивают около 100 разных видов яблони, ранета, вишни, сливы. Причем уделяют внимание не только саженцам, но и готовой продукции. Собирают, к примеру, огурцы или малину. Репортаж Дениса Свериденко. С черенка берем почечку, срезаем и вставляем в этот разрез. Следом идет подвязчик, все это заматывает. И после чего это все еще окучивается. На следующий год это будут уже саженцы готовые, хорошие. Вот так садоводы Свободненского плодопитомника превращают дикие растения в домашние. Кустарники оккультуривают или, как говорят ботаники, проводят оккулировку. Работают парами. Так продуктивнее, ведь на одном участке саженцев может быть сотни и даже тысячи штук. За одним деревцем наблюдают 4 года. Следят и за тем, как молодые кустики переносят морозы. Вот это вот оккулировка у нас прошлого года. Груша уже выросла за год. Все это будет уже в этом году выкапываться осенью, где-то в начале сентября примерно, в середине. И можно будет уже продавать. Саженцы, яблони, ранета, вишни, сливы, малины здесь выращивают около 100 различных видов плодовых и ягодных растений. Сейчас фруктовые деревья из Свободненского плодопитомника растут по всему Дальнему Востоку. Саженцы приобретают и крупные предприятия, и обычные садоводы. 300-400 рублей и молодое деревце на вашем огороде. В плодопитомнике рекомендуют покупать именно местные саженцы. Не все сорта кустарников выдерживают далевосточные перепады температур и перемены погоды. Мы прививаем на яблоню сибирскую, на грушу сурийскую, а там западно не прививают, на Антоновку, на Айву. Конечно, оно у нас в наших условиях не выживает. Оно выживает, но оно вроде бы начинает раскрываться, раскрывается, сколько движений пока было, раз-раз, за лето пропало. Сотрудники Свободненского плодопитомника знают, о чем говорят. Здесь выращивают растения не один десяток лет. Хозяйство организовали еще в 50-е годы 20-го века. Сейчас это уже крупное современное предприятие. Работники плодопитомника реализуют не только саженцы и семена, но ягоды, фрукты, овощи. Причем трудятся здесь круглый год. Два года назад в хозяйстве установили большую теплицу. Средства на нее получили по субсидии, которую выделили растеневодам. Необходимый для растений микроклимат сохраняется здесь даже зимой. Одно из преимуществ – двуслойная пленка. В то время как в обычных теплицах используется один слой. Таким образом применяется система надува. Воздушная подушка между слоями пленки сохраняет тепло, поэтому зимой не так холодно, а хозяйство экономит на отоплении. Свободницкий плодопитомник – это еще и дополнительные рабочие места. На сезонные работы, к примеру, сбор ягоды в хозяйство принимают местных жителей, в том числе студентов. Нужны рабочие руки. Фруктовые и ягодные сады здесь разместили на более чем 140 гектарах. Денис Фериденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. И это все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного на сайтах amurlenta.ru и amurobl.tv. Заходите и на страницу канала Facebook и Одноклассники. Хорошего настроения и всего доброго. Увидимся на Амурском областном телевидении. Амурское областное телевидение.